Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о клене что мы знаем о нем а что о нем знать то выглянул в окно посмотрел и вот он клен и клен вроде ничего необычного но это как посмотреть наверняка это дерево по-своему интересно вот поэтому мы сегодня и поговорим об этом дереве поехали клен научное название рода происходит от латинского эйсер что означает крепкий острый и видимо обусловлено свойствами древесины клена они от тайваньской фирмы с одноименным названием которые по-видимому клен уважали не просто так раз так назвали такой большой концерн клен это огромный род деревьев и кустарников семейства сапиндовых под огромный мы имеем ввиду около 160 видов и еще тысячи сортов выведенных селекционерами а под сапиндовыми семейство из 150 родов куда еще входят личи гуарана и конский каштан клен декоративное и уникальное в своем плане дерево подобие которому пожалуй нет нигде уникальность растению придают необычные листья которые по форме не повторяют ни одну из других культур клены в основном высокие деревья растущие до высоты 40 метров реже встречаются кустарниковые виды высота которых тоже не маленькая и составляет около 10 метров растения многолетние отличаются хорошей переносимостью любых условий обитания за счет чего выращиваются по всей территории умеренного климата и что удивительно растут эти ребята в северном полушарии в южном полушарии единственный вид клен лавровый поселился в тропиках в основном это листопадные деревья и только несколько видов из южной азии средиземноморья вечно зеленые так что он из себя представляет давайте разбираться и начнем мы с корешков плавно переходя к вершкам корневище ветвистое центральной частью уходит вглубь грунта боковые корни светлые покрытые слоем коричневой оболочки распространяются под поверхностным слоем грунта такое строение корневища позволяет кленам получать достаточно веществ а также выдерживать сильный ветер и другие погодные условия стволы стебли кленов плотные покрытые толстым слоем коры кора молодых веток и стеблей светло-коричневого окраса с возрастом покрывается трещинами и сероватым налетом кора кустарниковых видов культуры остается тонкой бурой весь период вегетации это период когда растение активно развивается еще особенностью клёна заключается в быстром росте и развитие веток которые за год могут прирастать на полтора-два метра с появлением боковых стеблей на клёне начинают образовываться листва листья черешковые располагаются на стеблях и боковых веточках по всей поверхности дерева обилие веток и листвы образует пышную крону дерева листья одиночные отличие листовых пластин заключаются в необычной форме которую не повторить ни одно другое растение большинство видов имеет супротивные листья а кто не знал супротивное листа расположение это такое расположение листьев когда от каждого узла отходит два листа сидящие напротив друг друга также большинство видов имеет длоневидную или пальчатую форму листвы при этом одна половина листовой пластины полностью симметрично другой каждый лист имеет от 3 до 9 жилок хорошо видимых на пластинке листа отдельные виды представлены сложно пальчиковыми листьями с имеющимися перистыми жилками несколько разновидностей кленовых покрыта тройчатыми листьями состоящими из трех частей весной когда из кленовых почек едва едва начнут прорезаться тонкие листочки клен уже вовсю цветет цветение это необычно издалека может показаться что на ветках дерева какая-то неведомая рука развесила для просушки кусочки серо-зеленого мха на клене образуются цветки появляющиеся в пазухах листьях они имеют пять чашелистников пять лепестков от 1 до 6 миллиметров длиной 12 тычинок и два пестика разных типов зависть расположена выше и имеет два плода листика чьи крылышки вытягиваются из цветка поэтому признаку легко определить какой цветок является женским в основном клёны цветут в конце зимы или ранней весной у большинства видов сразу после появления листьев а у некоторых наоборот цветки в зависимости от сорта или вида могут быть различных цветов красный желтый оранжевый или зеленый и хотя каждый из них очень мал при цветении некоторых видов у человека при взгляде издалека возникает впечатление полностью цветущего дерева и подойдя к дереву поближе вы почувствуете очень легкий своеобразный аромат быть может одному он напомнит запах клевера а другому свежей земляники пройдет немного времени и на клене развернуться резные листья наблюдая за кленом и его соседкой березой издавна сельские жители приметили если береза вперед распушиться то жди сухого лета а если клен то мокрого после цветения на растении появляются плоды двукрылатки которые представляют собой небольшие семянки с длинным крылом при падении образуют вращение и более легкое парение по ветру во все времена года хорош клен но особенно красив и приметен он осенью когда его резные листья наливаются всеми оттенками янтаря в эту пору когда после яркого лета цветы уже порядком примелькались их место занимают радужные кленовые листья и есть в них какая-то особая трогательная красота с которой порой не могут соперничать самые изысканные цветы а в аллеях парка или в лесу когда деревья сбросили уже последние листья долго еще продолжает радовать глаз яркая мозаика опавшей листвы приятно гулять солнечный осенний день у опавших кленов после листопада на ветках клена до глубокой осени висят подвески из крылатых семян стоит дунуть легкому ветерку и множество крылаток похожих во время полета на стрекоз неспешно полетят к земле стараясь приземлиться подальше от родительского ствола когда летят семена снабженные крылатками кажется будто приземляются маленькие вертолетики да дорогие друзья у ученых крылатки а у простого человека с детства это вертолетики и хотя вертолетиками называют семена многих деревьев это ель сосна лиственница ясень их семена имеют одно крылышко береза повисла и ольха их семена имеют два крылышка но они маленькие у клёна же семена крупнее и тяжелее и они имеют поистине большие крылышки которые способны путем вращения замедлить их падение а ветер относит семя подальше и в детстве большинство детишек наблюдали как они с высоты спускаются вниз а если этого было мало срывали их и запускали самостоятельно а еще из них можно делать очень много интересных вещей таких как поделки и аппликации придаваем форму причудливых зверей и растений некоторые из них весной прорастут и если в месте приземления не окажется конкурентов более сильных вырастет со временем из слабого ростка могучий красавец клен и как говорилось растет клен при благоприятных условиях очень быстро за год прибавляя в росте до двух метров некоторые плоды клёна до которых не дотянулась детская рука или не сорвал лазерник ветер остаются висеть на дереве почти всю зиму и тогда на его ветвях можно встретить северных гостей снегирей да и не только их проворные птицы ловко и быстро выгрызают из плода сладкое семечко помимо семян многие лесные жители суровой зимой едят клен зимой травоядные животные питаются корой в лесах объедают кору клёна лось олени конечно еще зайцы бобры грызуны но почему-то больше всех листву и кленовые веточки оценили козы они первые в очереди за кленовым листочком посадки кленов осенью действительно необычайно интересного цвета что придает месту их произрастания высокую декоративность большинство видов кленовых растут в северном или умеренном климате поэтому культуру выращивают по всей территории европы северной америки и южно-азиатской части в россии странах снг встречается примерно около 30 видов не считая декоративных сортов клен встречается в европейской части на дальнем востоке распространен в крыму и на кавказе клен широко используется как декоративная культура поэтому растения выращивают в парковых и садовых зонах образуют обширные кленовые посадки также часто выращивается в качестве отдельно стоящих деревьев клен астролистный полевой клен татарский белый или псевдоплотановый клен японский клен ясенелистный клен приречный он же клен генала клен зеленокорый клен красный клен манжурский клен серебристый клен бородатый клен береза или клен желтый и еще множество других клен достаточно легко переносит болезни и нападение вредителей растение легко адаптируется к любым изменениям легко восстанавливается поэтому практически не изменяет своей структуры но все-таки есть у клена хронические заболевания одним из наиболее часто встречаемых болезней кленов является мучнистая роса при данной патологии на культуре появляется белый налет который постепенно разрастается и опушается причиной патологии является грибок который может навредить культуре страдать клен может и от такой болезни как черная пятнистость характерными особенностями патологии являются появление темных неровных кругов на листве с желтой каймой среди вредителей кленовых листьев и побегов отмечают долгоносика насекомое поселяется на листве и стеблях растения питается соком культуры при сильном повреждении листвы дерево может погибнуть также часто на листве клена можно обнаружить небольших червяков кленовых червецов опасность для культуры несут и гусеницы которые наносят вред не только листве но и корнем большую опасность для клена представляет ясеневая шпанка поскольку культура после ее нападения может погибнуть а сам клен это не только декоративное дерево но и полезное растение обладающие лечебными свойствами богатый химический состав обуславливает его использование в народной медицине в качестве средства для поднятия иммунитета от воспалений и болей в мышцах входящие в состав листья вещества обладают тонизирующими и бактерицидными свойствами кроме того многие народные рецепты содержат составе клен для снижения температуры тела для устранения патологий почек и устранения жидкого стула многие народные рецепты советуют употреблять кленовый свежий сок полученный в свежем виде большую пользу несет и кленовое молоко которое повышает действие иммунитета для приготовления смеси смешивают несколько столовых ложек сока клена и стакан молока для лечения кашля используют настой из семян клена для лечения стоматита используется отвар из листьев водная настойка из семян и кленовой листвы способна избавлять человека от болезни почек составе листьев обнаружены такие вещества как сахара витамины c и b12 также в составе обнаружены дубильные вещества яблочная и уксусные кислоты богат клен и минеральным составом который состоит из фосфора магния калия и кальция а также кремния состав дополняют жирные кислоты и липиды много кто слышал о кленовом сиропе но чтобы его получить нужен кленовый сок сбор кленового сока производят ранней весной когда температура воздуха прогреется до 6 градусов для сбора из используют тонкие металлические трубочки которые вставляют в отверстие на стволе дерева при помощи одной трубочки можно собрать около 30 литров сока важно понимать что клен легко впитывает в себя токсины поэтому собирать сок дерево стоящий недалеко от дороги или в запыленной местности не стоит он может нанести только вред после сбора сок хранят закрытой таре в холодильнике и как правило лучшими условиями хранения является приготовление сиропа из сока которые сохраняют полезные свойства и длительно не портится обилие сахара в составе кленового сока обуславливает широкое изготовление применение сиропа кленовый сироп широко применяется в качестве добавки к сладким продуктам или выпечки десертом на вкус кленовый сироп отличается небольшой терпкостью и древесным привкусом как правило купить кленовый сироп не составляет большого труда поскольку он широко применяется в кулинарии клен является хорошим медоносом поэтому деревья часто можно встретить недалеко от пасек или ферм где получают мед кроме того кленовые деревья нашли свое применение в промышленной и других областях дерево клена обладает высокой прочностью и долговечностью поэтому растение широко используется для изготовления различных сооружений а также для мелкого производства и резьбы по дереву растение достаточно легко выдерживает любые нагрузки не трескается что дает возможность создавать различные узоры и гравюры у клена тяжелая и плотная древесина крепкая и твердая умеренно усыхая она мало разбухает и коробится раскалывается клен с большим трудом в прошлых веках клен был излюбленным материалом мастеров изготовлявших ложки ковши резные точеные сосуды из него же изготовляли весла рукоятки ножей подшипники и другие ответственные детали простейших машин такое широкое применение клена не случайно клен хорошо обрабатывается режущими инструментами в старой русской загадке говорится на липе сижу сквозь клен гляжу березой трясу и кто-то скажет о чем это автор между тем это прялка простейшая приспособление для домашнего придения каждая часть его изготовлялась мастерами из определенного дерева донце на котором сидела пряха из липы гребень на котором расчесывали пряжу из клена а веретено на которой наматывали готовую пряжу из березы если же все же при необходимости донце веретено можно было сделать из древесины других деревьев то гребень делали только из клена среди деревьев средней полосы не так-то легко найти такое которое могло бы заменить клен для любого гребня нужна широкая доска из плотной однородной прочной древесины ведь на гребне нужно было нарезать очень много тонких и длинных зубьев чтобы нарезать зубья на кленовой доске требовалось большое мастерство и величайшая осторожность готовый гребень скоблили чистили шлифовали чтобы удалить мельчайшие заусенцы а затем пропитывали для прочности льняным маслом и сушили в современном производстве древесина клена используется для изготовления прочных лыж и ружейных лож резчики применяют клен для вырезания декоративной деревянной скульптуры с тонкой моделировкой клен относится к тем деревьям которые имеют прямое отношение к музыке из него вырезают прочные звонкие ложки для ансамблей народных инструментов а лучшие звонкоголосые жалейки пастухи музыканты тоже делают из клёна в музыкальной промышленности широко используется клён явор или белый клён произрастающий на кавказе и в карпатах древесина клёна явора имеет красивый текстурный рисунок в особенности на радиальном и полурадиальном разрезах на самое главное он обладает высокими акустическими и механическими свойствами благодаря однородности древесины звук в ней распространяется с одинаковой скоростью как поперек так и вдоль волокон из явора изготовляют нижние деки обечатки шейки и подставки для смычковых инструментов скрипок виолончели контрабасов альтов и других из канадского или сахарного клена вырабатывают фанеру порой с очень причудливым текстурным рисунком под названием птичий глаз и больше всех любви к клену конечно же проявила канада сахарный клён признан национальным деревом а его лист красуется на гербе и государственном флаге этой страны завоевывая все большую популярность в канаде кленовый лист стал изображаться уже вне герба и флага как самостоятельный символ нации а у других народов вокруг клёна всегда существовало достаточное количество суеверий и примет также считается что кленовое дерево способно забирать у человека всю негативную энергию для этого необходимо просто обнять дерево на несколько минут если строился новый дом для молодоженов на южной стороне садили клен как символ любви и верности супружеской пары ведь в любые времена эти два понятия много значат в жизни человечества и хотелось бы чтобы людей с этими качествами было бы как листья в осеннем разноцветном кленовом парке несчетное количество а их детки продолжали запускать в небо кленовые семена жизни веселые вертолетики смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля субтитры создавал DimaTorzok